В 2021 году силами специализирована детская и юношеская школа Олимпийского резерва номер один. Был организован замечательный турнир среди детей 2012-2013 годов рождения. Полесье июня 2021, который можно назвать чемпионатом Полесьского региона по мини-футболу среди ребят высшей названной возрастной категории. И 10 команд в круг играют друг с другом, определяют лучших, еженедельно встречаясь в матчах, состоящих из двух 20-ти минутных таймов. Что касается прошедшего игрового уикенда, то детский футбольный клуб Полесь обыграл гостей из Нарувли со счетом 7-0. Реческий спутник за счетом 8-3 одолел лельческую фортуну. Еще одна победа пришла к речесчанам в поединке с футболистами Калинковичей 8-4. Встречи лидеров юные футболисты Слави и Мозырь одержали верх над первой командой с дюшор номер один 3-2. А Пандоры была сильнее ельской команды Каролин 7-3, которая одолела вторую команду с дюшор номер один 6-3. И она с таким же счетом команда с дюшор номер один потерпела еще одно поражение от представителей Калинковичей. Но незабитые голы и набраны очки сейчас первичной важнее любовь к футболу юных спортсменов, их желание добиться успехов. А мастерство, вместе с ним и результат, придут, обязательно придут со временем. Я начал играть в эту игру, просто я решил выйти во двор и погулять. И мне она очень сильно понравилась. Мне очень нравится футбол, и я хочу стать чемпионом мира. Не глядя на не самые вместительные трибуны игрового зала, болельщики заполнили все мыслимые и немыслимые места около площадки, отлично понимая, как важно юным футболистам чувствовать поддержку зрителей, слышать их подбадривающие кличи. Когда-то у меня болеют болельщики, я играю лучше. Наверняка каждый мальчишка пробовал себя в футболе и, конечно же, не найти отца, который бы не видел в своем сыне будущую звезду мирового спорта. Футбол всегда была серьезная игра. Всегда в него есть и болельщики, и фанаты, и все в совокупности. Нравится ребенку это начало с раннего возраста. Потихоньку посещали школьные тренировки. После начали уже выступать на соревнованиях, которые у нас проводятся в городе, это очень хорошо. И о тренере, молодой тренер, с хорошими амбициями, и я думаю, что ребята завоюют нужные места при его тренерской поддержке. Тренеры этой команды хорошо известны болельщикам по выступлениям за футбольный клуб «Славия Мозырь» в бытностях игровой карьеры. Иван Владимирович Борисевич и Артем Сергеевич Шут. Когда был игроком, то это одни эмоции. Вчера мы играли, был школьный турнир, проиграли по пенальти, и я вспомнил, когда игрокские моменты свои, и эмоции никуда не ушли. Это что игрока, что тренеры. Но если стрелять под углом тренера, то, можно сказать, я вообще ничего не знал. И сейчас я там знаю очень мало. Дети мои ходят в первый раз, они помогают мне, я им помогаю. И, конечно же, в первую очередь нужно воспитать их как хороших людей, достойных, а потом уже, как получится, кто-то вырастет профессиональным футболистом, кто-то будет играть просто за школу, за город, ну, чтобы в общем, чтобы они стали хорошими людьми. Что сказать, очень верное стремление молодых тренеров воспитать ребят достойными людьми, а уже потом знаменитыми футбольными мастерами. Пожелаем им удачи, героям этого замечательного детского турнира, который для многих его участников станет путевкой в будущее.